ну что поехали да начнем всем здравствуйте здрасте это подкаст название который еще не придумали вы не дождетесь мы никуда не денемся никогда да как всегда в этой студии я саш сериков кухаронок и в гостях у нас сегодня небезызвестный а человечек это айк симонян айк мы никогда не представляем наших гостей тебя большая часть аудитории так знает но тем менее попрошу тебя рассказать кто ты чем-то занимаешься занимаюсь то я достаточно таким интересным делом да это автоспорт дрифт который давным-давно было как хобби еще еще тоже не дрифт было драк рейсинг но вообще автомобили и потом затянуло занесло и до сих пор заносит борода седая заносит до сих пор раньше-то я думал что я вряд ли уже когда будет за 40 буду этим заниматься я понимаю что разницы нет и 80 здоровья хватит будем то же самое то есть ты организовываешь дрифт турниры вот да я я организатор чемпионата беларуси батара чемпионата беларуси по дрифту организатор когда это было еще возможно восточно-европейского кубка и чемпионата который в многих странах я также судья судил российскую дрифт серию в четырнадцать странах судил и в том числе и интерконтинентальный кубок международного автомобиля федерации то есть вот это моя работа дело уже на протяжении последних 15-20 лет так а саша то ты про дрифт знаешь я про дрифт смотрим не знаю ничего кроме того что видеофильмах форсаж и вот это да девчонки там вот это вот все что там заходить боком в этом в корее или где там это уважение как бы но это только так на машинах ездит вообще я не представляю что происходит а что происходит вообще с дрифтом беларуси как то давай с базы начнем с база что дрифт объясним мы мы же как мы задаем очень тупые вопросы очень простые чтобы было просто больше части территории понятно что такое дрифт дрифт это автомобильная дисциплина надо смотреть именно с этой стороны что это не просто хулиганство и пятаки на парковке это не имеет дрифту такое же отношение как и фиана и драка в баре там к профессиональному боксу вот дрифт это автомобильный спорт у которого есть определенные критерии оценки правила допуск ну и это не просто проехать трассу есть определенные требования как нужно проехать трассу что нужно сделать именно каким образом потому что сторонним взглядом будет казаться вот он же классно уже должен был победить ну вот когда ты начинаешь вдаваться в подробности там очень много очень нюансов то есть это вот такая достаточно сложная штука это искусство прохождения определенной траектории трассы с максимальной совокупности угла скорости и при этом нужно сделать это зрелищно и агрессивно то есть пацаны которые вот эти на бэхах боком на валютных парковках или на площади за что потом получают штрафы это не дрифт я абсолютно противник этого если еще там не знаю 15 лет назад можно было жаловаться на том ну а где нам это делать то сейчас вообще с этим проблем нет тренировки проходят два раза в неделю в тех же в стайках в комплексе профессионально можно подготовиться там же и все под наблюдением и инструкторов там есть дрифт-школы там их уже там три или четыре приезжай учись гоняй участвуй соревнованиях начиная от самого низкого класса соревнований именно по уровню участников доходя до там уровня прокласса поэтому возможности сейчас огромная и поэтому достаточно сильно и бурно все развивается и раз слушай а вот что за прикол такой типа каждый вот все считают что вот бмв мы про машины проговорим да считают что бмв это вот чисто вот тачка идеальная для дрифта но если посмотреть на ваши заезды на дрифты то там как бы не то чтобы супер много бмв да много бмв на самом деле тут вопрос не то что это конкретно бмв из-за там географических особенностей то есть вот у нас много бмв прибалтика да там там все будет бмв или у нас вот про два классе недавно там со списка смотрели там около 30 машины там ну типа 28 бмв а да это первую очередь есть доступное шасси то есть 36 46 кузов относительно недорогой если еще повезет можно купить живой кузов потому что для дрифта в первую очередь нужен просто кузов да стоит отметить для зрителей что те машины которые у ребят у профессионального профессионалов там от бмв внутри нет ничего кроме значка на капоте но что-то может быть что мотор может быть да в проклассе вообще в основном это моторы тойотовские 2gz да или же там лс и корветовские но американские то есть тут это сборная солянка машина собирается из разных агрегатов просто конкретно для бмв у нас есть доступность запчастей доступность тюнинга назовем это так я не люблю слова тюнинг потому что это звучит так немножко это уже в косметологию переключила но в общем целом можно относительно доступно построить дрифтовый автомобиль и бмв этому подходит хорошо но первую очередь нужно просто заднеприводные машины если ты посмотришь что мало заднеприводных машин да это старые ниссаны новые супры которые дорогие или старые супры которые очень редкие и этих ниссанов тоже уже не стало ну то есть очень немного поэтому в основном это бмв но мерседес же ауди нет ауди нет заднеприводная и квадро да ты никогда не станешь дрифтером я дрифчу на своей авдюшечке он так думает это мы сейчас к этому вернемся мы сайка обсуждали да я я только зимой с выключенными системами стабилизации только по безопасной какой-то местности он крутит пятаки крутит пятаки да да ты руль вбок педаль в пол и она бачком вот так вот поехала это все что мне надо газ в пол и просто она сама едет да да и в магазин саша дрифт немного другой вот когда ты разгонишься потом поставишься в занос и у тебя есть определенная 10 метров я-то питаться где-то машина пролетает без твоего контроля ты пытаешься ловить зацеп работая сцеплением там ручником газом и потом ловишь зацеп понимаешь и там уже тетов там в 20 сантиметрах бетон ты открываешь газ и выезжаешь и уже начинаешь все остальное делать это немного уже другое да более ауди мне так никогда не позволит сделать там куча систем безопасности ну она просто не нельзя так но это безопасность не спасет тебя от бетонных ограждений сто процентов поэтому лучше не делать лучше приезжать на тренировку почему все таки бмв стала вот эта самая дрифтачкой на нашем пространстве они тот же мерседес тоже классический задний привод тоже есть такие кузова похожие слушай но мерседес не знаю он не совсем подходит он более тяжелый сам по себе изначально да во вторых возможно кинематика подвески не позволяет достаточно быстро хорошо настроить все это сделать есть мерседесы в дрифте но их очень мало ну прямо катастрофически это сын маминой подруги вы же жигули задний привод жигули тоже бывает но они не могут быть конкурентоспособные например ну условное и условные жигули которые участвовали в rdhgp в российской дрифт-серии там от жигули даже кузов был модифицирован ниже удлинен было все наше си nissana это не может работать просто эта система коленокурения там была уже добавлен очень важно автомобиль очень важную важное место как бы занимает насколько ты не был бы классным крутым опытным пилотом автомобиль должен быть вот твоим снарядом которым ты повод как оружие да как швейцарский ножик то есть слушаться тебя понимать ты должен доверять машине понимать что делая какие-то вещи она тебя не подведет не переуглит или наоборот не будет андерсир это когда у тебя передние колеса просто тащат тебя вперед дав много нюансов следовательно выбирают то шасси которое можно классно настроить ну любую машину наверное теоретически можно сделать и ауди есть дрифте то есть переделаны под задний привод но если в этом смысл ну да там опять же возни больше все переделана но в этом нет большого смысла мерседес есть даже дизельный мерседес который к нам тоже в свое время приезжал из финляндии не ругайся уже на скандинавском black smoke racing они называются потому что у них дизель дизельный мотор с большим с большой турбины от скани и там просто он когда едет у него черный дым из-под капота выходит такое что можно из-под колес не выпускать слушай а даже прикол типа что вот я знаю что дрифт пилоты в тачке заливают спортивное топливо это даже не сотый бензин а некоторые заливают спиртом какой все все зависит от того какой степень жать у тебя в двигателе как собирали под какое топливо собирали и первую очередь под какое топливо настраивали то есть на стендах настраивают кто-то на сотом кто-то на 98 обычном многие на 98 обычном заправки потому что это доступно всегда можно найти до купить а иногда и на 113 бензине заправки которые там знаем там 78 долларов литр стоит сколько 7 8 иногда 10 долларов в литр стоит сто тринадцатый спортивный бензин там и racing и но уже от этого уже от этого отошли потому что раньше я бы его пил за такую структу можно и даже выпить мне два сто тринадцатых пожалуйста когда рядом машина такая работает пахнет сладостью такой октановой раньше просто сделать например 700 800 сил было намного сложнее и очень было требовательно кто к топливу ну сейчас тоже мощность можно раздобыть девяносто восьмого сотого бензина и поэтому а спирт ну например тоже при балтике там его спят он продается просто на заправках и на спирту некоторые настраивают машину потому что температура горения ниже и для мотора хорошо детонация меньше все правильно ты говоришь двигатель то есть нормально так это же александр дрифт центральный я недавно узнал что доминит таракта очень сильно похож на винодизеля кстати они в одном фильме даже снимали да 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 он дублером был понятно вот виндизель и нитфоспид помнишь игробовая конечно вот этот спид нфс кинокомпец первый первый дрифт моей жизни наш на шифт там был ручей и вот ты помнишь там же чем больше ты какие-то такие штучки девушка за воротом есть такие полоски которые тебе держат там эту систему оценки какой то сколько тебе поинтов накинут там по итогу танцы там сколько ты боком едешь по времени достаточно скучная история я могу сейчас начинать засчитывать может кому-то будет интересно как именно дрифт судится критерии ну то есть это вот такая уже математик там есть радиусы поворота там нужен правильный есть траектория которая ну то есть дрифт начинается с самой трассы которые выстраивают суде да то есть это совокупность нескольких поворотов есть разгонная зона на котором только там можно ехать прямо в остальной части после зоны инициации машина всегда я должна ехать за носик то есть перекладываться с угла в угол без выпрямление без потери угла вот есть определенная траектория которую обговаривает судей на брифинге рассказывается есть внешние точки траектории внутренние где к внешним нужно ехать в заднем задними колесами по линиям к передним то есть передним бампером проекцией проехать то есть это делается для того чтобы пилот в парном дрифте вторым мог прогнозировать твою траекторию и ехать за тобой рискуя максимально близко зрелищно и синхронно чем ближе второй пилот едет первой машине тем круче значит есть одиночные заезды это квалификация мы выбираем из пилотов после тренировок начинается квалификация у них там две или три попытки и каждый приезжает эти попытки получает балл теперь расскажу каким образом он балл получает в разных на разных этапах на разных конфигурациях траектория может варьироваться от 40 до 50 иногда до 60 баллов идти из 100 только на траекторию это самый важный показатель потому что именно твоя линия дает возможность второму ехать так как нужно за это суди поставляя баллы где ты зоны заполнил или где промахнулся отнимая у тебя вот эти баллы ставят бал второй критерий это скорость угол я вот считаю что это совокупность потому что нельзя можно ехать с маленьким углом тогда будет большая скорость или с большим углом тогда будет маленькая скорость и то и то плохо следовательно нужно видеть баланс насколько пилот может выбрать вот эту именно совокупность чтобы на заданной трассе проехать да максимально быстро но с достаточным углом вот выставляется балл по 30-бальной системе условно да и баллов 30 иногда 40 я же говорю варьируется это весь понятие стиля стиль самый субъективный но самый не то чтобы важный но но важный наверное в кепке ездит он или что нет нет он ведет манера вождения я сейчас расскажу в сам стиль входит это коммитмент и флюдите это английские две коммитмент это твоя максимальная агрессия которой ты можешь ехать показывать рисковать судьи и зрители видят что ты рискуешь едешь по кромке трассы что ты едешь полный газ что ты делаешь очень резкие перекладки это опасно можно делать более вяленькие перекладки их сделать да можно прямо швырять машину сторону но у тебя есть шанс развернуться или ошибиться или откорректироваться да и вот эта штука очень важна это отличает вот этот критерий отличает от обычных дисциплин автоспорта вот дрифт что вот есть в этот в кольцевых гонках тоже не искать это безумие легкого он стильно обогнал я считаю что он лучше вот и и люди люди это вот важность плавности хода твоей машины я как судья очень требую этого потому что у тебя машина должна разгоняться и ускоряться и замедляться очень плавно плавно в не в смысле что медленно но твои замедление и ускорение не должны быть такими резкими рывками лавна должна просто машина масло на сковородке да вот скользить и вот этот вот эта четкость и плюс отсутствие каких-то коррекций более поставлен угол поставился в правильный угол открылся проехал всю дугу в стабильном угле вот такие нюансы по которым выставляют судьи баллы потом естественно после квалификации есть разная система есть обычная классическая топ-32 с одним выбыванием есть топ-24 или топ-16 да и с double nation где ты проигравы идешь в нижнюю сетку как в том же киберспорте и там можешь еще побороться подняться вверх ну и формируются пары и здесь уже пилот который едет первым он должен делать то же самое что на квалификации его судят в принципе по тем же критериям пилот преследователь должен максимально постараться быть близко синхронно стать тенью своего соперника и они потом меняются местами это жребий определяется кто первый нет ну например первое место едет с 32 второе с 31 ну и так далее вот таким образом пары составляются поэтому все стараются быть выше в квалификации чтобы с более слабым пилотом соперником ехать но за слабым соперником ехать опять же сложно потому что он непредсказуем он первым едет плохо и ехать за плохо едущим пилотом нужно как говорится много попотеть работать и ну суди это тоже видят естественно он первым получит мало баллов там условно 60 баллов получит за свою проезд но тут еще вторым нужно постараться средства при этом не на косяте чтобы не выровняться не остановиться где вы получите ноль баллов потому что тоже есть понятие там нуля это развороты это выезд за трассу там двумя или тремя колесами в зависимости от решения судей вот ну вот такие моменты прикольно а на какой скорости пилоты входят вот-вот заезда на разгона и первый он же сразу крутой поворот какая обычная скорость средняя вот на которой они входят в нас чемпионате это порядка 100 120 от 80 до 120 но были у нас этапы которые в каунасе проходили там чемпионат восточной европы там 200 плюс была постановка но мы это давно до 211 километров в час была постановка в первую дугу там большая длиннющая дуга с горы вниз и 140 150 в заносе она машина дальше ехала но это все это все зрелищно хорошо но такая скорость не дает возможность видеть близкие заезды ну потому что практически невозможно человеческая реакция там но не позволяет это нужно настолько бесстрашным а иногда быть сумасшедший просто слабо уме отвага да то есть важно может быть нужно немножко да отлично на двухсот рисковать и очень близко проехать поэтому от этого весь мир уже давно отошел нету каких-то сумасшедших скоростей но 100 это скорость достаточно такая в принципе но все равно даже на 100 километров в час войти в занос но это ну такое конечно но это трасса подготовленная когда ты этим занимаешься у тебя это уже не вызывает каких-то больших там ну страхов так точно тебя не вызывает потому что ты к этому привыкаешь но и плюс к этим трассам есть свои требования специальное ограждение что каким образом там все это делается ну плюс требования к автомобилям подготовка это каркасы безопасности амологированные сиденья ремни не сгорающие комбинезоны шлема то есть в истории дрифта еще не было ни разу какого-то инцидента во всем мире с прямо таким сильным я не знаю увечьем пилота то есть бывало там руку сломают что-то такое но это очень-очень редко то есть за всю там историю пару раз наверно было так а у вас бы и пускай и не будет да да а у вас не будет где вот и пускай и не будет есть какая-то фраза в дрифте такая вот или суеверия или что тут как там говорят там такое что-то определенное нету может у кого-то есть свои там внутренние суеверия да я не суеверный вообще да когда черный кот перебегает дорогу я говорю красавчик я говорю выбрал из всех меня да поэтому ну типа это же внутреннее ощущение окей заметил собака когда идет у собаки все время сзади на туловище немножко она как бы чуть боком бочком как старые волги если да да как сказал бы сас он бы сказал ну это к нам ее приводить посмотрим что с ней так так у меня есть один вопрос я смотри по поводу зрелищности если какой-то вот аспект основной которого зрителям прям кайф вот они смотрят зрители таки ооо ну зачем они приходят зрители любят много дыма дым жженый режим на в полный газ и из-под колес там такой рёд дыма идет да но уже зритель наученный грамотный зритель конечно же получает большое удовольствие от близких заездов кто это видит что машина на скорости едут там иногда там в 20 сантиметрах друг от друга иногда передним колесом вывороте царапая машину соперника и это происходит на скорости в дуге ему нужно еще успеть отъехать чтобы переложиться бампер в бампер иногда они вот прямо бамперами друг дотрагиваются перекладки вот эти моменты конечно ты ты вот в этот момент видишь насколько пилот рискует и весь респекта и вот энергию адреналин который он тебе дает и зрители эти у нас кстати очень крутые зрители они сразу на это реагируют прямо с такими овациями что пилоты даже там слышно то есть можно сказать что интеллект добавился в гонке так он всегда был просто об этом нужно знать обычному человеку который думает что пятаки на площадочке это дрифт это очень важный момент помнишь мы обсуждали хоккей сейчас стал хоккей смарт хоккей сейчас очень важно то есть раньше брали толгаев там ну какие уважали одно дисциплину сейчас игроков более разницу сужают там весе росте чтобы они были такой плотно сделать там не надо сильно высокие не надо сильно низкие и больше интеллекта добавили хоккей то есть это тактики стратегии отработки там футболе сейчас более зрелищно будет да баскетбол в принципе то же самое понятно что да да есть инопланетяные инопланетяне как там баниама например да 230 при этом он очень техничный но в общем целом там тоже все идет конечно к тому потому что любую эту штуку надо продать и продать ты можешь если это зрелищно и людям будет нравиться да да все элементарно сейчас развеем некоторые мифы про дрифт вот смотри вот все же там пацаны с райончиков там 18-20 лет извините что я про них но это даже аудитория извиняюсь конкретно аудитория нам привет да пацаны не извиняются да пацаны думают что типа все купили там себе в старую да такие типа и сейчас будут наваливать давай раскроем карты сколько стоит заниматься дрифтом вообще автоспорт это не дешево сразу нужно понимать что если туда идешь то определенное неудобство своей жизни и твоя семья она будет если ты конечно ну не зарабатываешь достаточно что мог себя на это выделить есть минимум есть максимум то есть про два классе где автомобиль может стоить от там четырех пяти тысяч долларов ну условно до сборка до 15 то есть вот в этом варьируется там достаточно у меня в моей машине там 230 240 сил это обычный бмв мотор трехлитровый без ничего поэтому но эта машина точно уже больше десяти как бы стоит потому что другие всякие агрегаты они требуют внимания но но в общем вот пяти тысяч долларов можно покупать это отдельная машина на которой напомню вы не сможете передвигаться по дорогам общего пользования скорее всего это именно машина для хобби для вести ее на лафете надо естественно ну она может даже там базироваться прямо стайках там уже все убирается с салона там остается одно сиденье желательно ковш там гидравлический ручник увеличенный выворот передних колес это заваренный дифференциал или блокировка дифференциал бака нет представляешь нет бака в машине это обычно канистров которые шла ну это не совсем есть 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 такое техническую комиссию не пройдет а бак может быть или стандартный или же спортивный бак но саша по у меня у знакомого канистра стояла со спиртом его знаешь не будем его знаешь поэтому этот знакомый не очень любил замечание когда в общем целом автомобиль я говорю где-то вот в такой ценовой так допустим берем средне до десятка то есть десятка только на тачку на которой вы не ездите а нас пять как хорошая машина будет это про 2 это хорошая берем для пацанов пятера для про краса про класса где можно где нужно на минимум 500 лошадей а лучше 600 700 800 то там машина начинается от 3 и почти до бесконечно это корпус пока вот это знаешь компьютерный корпус стоит 5000 долларов дальше мы его мы собираем базовый вариант дальше дальше мы собираем пацанские машины машина ломается постоянно поэтому в месяц на обслуживание ну сколько опять же у тех должен быть механик или кто обслуживает или ты это делаешь сам гаража во время соревнований колеса ты сам крутишь меняешь или у тебя есть который все это делает тебе помогает шины в принципе шины это самый большой расходник но в младшем классе там очень маленький расход этих шин да следует ну потому что мощности мало мало мощности у нас ограничение давления в машинах ограничения ширины чтобы с такой маленькой мощностью можно было это все делать и это реально уменьшает бюджет иногда на четырех колесах 46 колес ты все соревнования может приехать проехать в так два дня по месяцам считать вот сколько в месяц допустим в малом классе вот в низшем сколько в месяц надо будет на резину тратить резина берется бушку скорее не не это не не бушка на бушке невыгодно ездить как бы не ну потому что ты ну поставил купил бушку эту поставил ее шиномонтаж какой-то и проехал вместо условных там 30 кругов проехал 8 а при этом ты покупаешь новые шины которые стоят 140 рублей одна шина и это какие такие шины стоят 140 рублей там много вот на которых мы ездим там конкретно там бил шина на чем на чем гоняют да сейчас в кубке беларуси вот в классе про 2 это гринлендер шины это китайская шина но мы там ребята кто организует тестировали их хороший зацеп у шины хороший износ и все отличное лига дрифта это другая другая организация про два класса они ездят на кардианте например тоже в такой же ценовой категории и двух колес тебе хватает чуть не там потренироваться там часа полтора поэтому а в проклассе немного другая часа 2 колеса на полтора часа ну да так это очень много про классе трое часа заноса саша ну естественно с перерывами иногда даже можно водой охлаждать колеса там стоят я видел да это купил кортку такой ну это тебе на три да но в проклассе это намного дороже потому что у тебя там 700 800 лошадиных сил у тебя там уже не 225 шины а 265 шина это у нас моно шина тоже чемпионате то вистейк опять же китайские шины которые давно себя зарекомендовали хорошо не стоит порядка 90 100 долларов в одно колесо и тут уже вопрос что ты на этих шинах можешь проехать два тире четыре раза вся разница да тебе потратить нужно там на соревнования уже не 4 6 колес а 20 30 тоже скрипты выводит давай давай считать давай считать дешевый вариант машина-пятерка в месяц на колеса у тебя в самом дешевом случае это рублей 600 в месяц ну нет больше больше ну сколько 600 это не один раз покатаешься за месяц ну надо сколько тренировок месяц это просто неделю тренироваться еще долларов на это надо тыси долларов окей тысячи долларов в месяц только на резину на шины ну плюс минус так расходник если машина есть со всякими делами кофе попить наверно потратишь да если шины покупаешь так откуда там как бы не казалось ну да там же тоже большой расход бензин там большой кстати какой расход бензина вот на таких мощностей там же километра не считать мы по времени будем считать тренировку там за пару часов литров 25 уходит а нормально еще это да еще 100 рублей на бенз ну типа того пара часов это не говорит о том что ты прямо нон-стопом два часа долбишь выехал проехал четыре тренировки вместе 150 долларов 100 150 долларов и того вывод пятерка машина и порядка 1200 долларов в месяц только на расходнике это в лучшем тысячу тысячу можно совсем влезть и тысячу можно влезть и 500 влазить опять же все какие-то и цели что ты там дальше на стране бюджет сейчас нам в комментариях напишут что они об этом думают вот эти все дрифтеры мамкины хорошо но чем выше класс это прям пропорционально вообще увеличивается совершенно сумасшедшая сумма то есть профессиональные спортсмены которые дрифт ну я не думаю что там прямо есть люди которые прям дрифтом супер зарабатывают да у них на какие-то бизнесы да дрифта мало вообще кто у нас так точно никто не зарабатывает хорошо когда есть партнеры которые покрывают расходы это уже очень большое достижение да ты можешь ну например я участвую в кубке беларуси в команде бтр дрифт и сам я сам езжу в том там где не организую я сам езжу и благодаря там нашим партнерам спонсорам я могу это все не тратить потому что нам выделены шины у нас там какие-то расходы которые как другой разговор уже вообще конечно то есть же вопрос в том что каждый пилот который себя видит пилотом он должен понимать что ему нужно работать над тем чтобы машина выглядела потому что за 5000 машина ну вряд ли будет хорошо выглядеть там какой-то дизайн соцсети аудитория и искать партнеров вплоть до того что есть партнеры которые там дают технические жидкости да вот у нас там тоже это масло антифриз да кстати антифриза и комиссии системы охлаждения антифриз вообще запрещено заливать заливает воду воду что если антифриз выльется на асфальт то будет скользкая но всякие масла до жидкости которые после гонки меняешь и кажется что ерунда но ты тебе надо там шесть раз в год поменять и так смотришь ну вот там 600 700 долларов только на это ушло да и если есть партнер уже проще у кого-то шинные партнеры кто каким образом кого находят каким образом может как-то покрыть свои расходы но к этому нужно прийти это все не просто так никто не стоит в очереди ждет пока ты придешь скажет дайте мне денег или дайте мне колеса у тебя спросят а что мы получим поэтому в первую очередь нужно притискать вот вы получите это а мне дайте колеса медика всех интересует медика будет у вас каждый медика там колеса так а сколько примерно знаешь вот может ты прослеживал вот приходили начинающие пилоты сколько занимало времени у них весь путь вот они только пришли у них глаза горят очень индивидуально ну то есть это все зависит от того насколько у него есть задатки внутренние есть ребята которые особенно сейчас есть новое поколение сим-дрифтеров сим-дрифтеров да грешно то есть на симуляторах есть ассета корса симуляторы это ну у нас же там двукратный уже чемпион беларуси который уже перестал к нам ездить он сейчас в португалии живет рома кондратенко он вообще начал тренироваться на симуляторах и он машину строил под симулятор то есть он настройки машины даже пробует в симуляторе это его занесло в португалию да да он ездил на симуляторах на компьютерных и сделался машину настоящий тренируется на симуляторе то есть трасса тоже то же самое трасса он берет тренируется на трассе в симуляторе и проводятся чемпионаты там достаточно сложно ехать я скажу так что 7 дрифтеру намного проще сесть на настоящую машину и проехать чем на профессиональному пилоту сесть за там компьютер руль и он просто не проедет ему нужно много времени потому что у тебя это почти то же самое только еще сложнее же у тебя некоторых органов чувств нету да ты можешь головой сенсора внутрь нету головой можешь повернуть все работает сейчас очень классно поэтому мы уже перевели тему да но как люди приходят вот есть новое поколение там ребят которым 15 лет приезжает тренировку смотришь уже наваливает как ну то есть во первых у них нет страха но а моторика уже выработана у него есть понимание что в дрифте не надо этот руль крутить им нужно кинул словил кинул словил у тебя по машина настроена так что во всех ключей на стол она сам практически там да там главное главное вовремя словить это же тоже нажимаешь ты даже поворачиваешь газом да то есть ты угла больше даешь в общем эти вещи они уже знают садятся и едут ну а кто-то приезжает долго мучается несколько лет а потом и уезжает вот и все пожег резину попалил топлива это поеду в картинг талант какой-то должен быть внутренний какие твои советы или рекомендации этим парням которые возможно смотрят сейчас рекомендации сначала подумать нужно ли мы это да суммы мы озвучили уже не не нырять сразу какие-то постройки идти в дрифт-школы конструкторам покататься поучиться понять оттуда ли руки растут попробовать какое-то соревнование проехать на машине ну то есть это как арендная машина то есть такие на каршеринге приезжает чел на грузовом взял мустанга на каршеринге поехал на сарево по дрифту да все бесплатно поэтому мы часто видим эти каршеринговые машины заднеприводные которые в компакта превращаются ну вот поездить какое-то соревнование на вместе с инструктором на его машине да понять ну а дальше уже все уже математика пошла сидя считай и думай надо тебе это нет но это интересная тема мы-то все говорят вот зачем вот лучше поехали там не знаю на море отдохнуть не знаю еди пожалуйста еди да ну то есть мы же живем для тех моментов которые потом будем вспоминать и я уверен что любой автоспортсмен намного больше может рассказать своему внуку чем человек который там на море съездил на пляже повалялся да ну каждый тратит деньги и так как ему нравится а эта штука такая причем еще другой аспект есть вообще занятия с автоспортом очень важный о котором мы все не думаем на самом деле не один спортсмен который вот занимается никогда не будет хулиганить там города никогда не будет как-то вот ездить доказывать кому-то потому что ему этого не нужно то есть это повышает уровень культуры вождения повышает безопасность вообще занятия автоспортом это тоже такая важная штука которую тоже нужно понимать ты свой весь адреналин просто выкидываешь там тебе просто не интересно ты смотришь на этих пацанов которые что-то газует куда-то думаешь куда ты кому ты что хочешь базу надо сын где твоя база да особенно мне интересно наблюдать за этими хулиганами когда ты понимаешь что ну ты же ну ты же сделаешь его и он просто улетает и дальше спокойно трогаешься тебе не надо мне что доказывать слушай а если правило какое-то что обязательно должны быть права на управление автомобилем у дрифтеров у вас на соревнования на самом деле еще до недавнего времени я же еще как вице-председатель белорусской автомобильной федерации уже очень здравствуйте здравствуйте я еще и спортивный где ваш костюм вице-председатель поэтому в правилах у нас требованиях было обязательно водительскую удостоверение да да и я в том числе настоял на том что в этом нет смысла то есть дисциплины где это важно например ралли ралли проводится на дорогах общего пользования есть понятие прописка когда они проезжают еще не в день знакомиться с трассой уже на гоночной машине и там естественно нужно права но драгрейсинг дрифт кольцевые гонки проводятся не на дорогах общего пользования это отдельные треки площадки закрытые никакого смысла в этом нету требовать от него я не знаю условно какой знак ты должен кого пропустить это не нужно поэтому данное требование мы исключили из списка в общем там нужно получать лицензию федерации лицензию федерации можно получать или через школы через школы водительского мастерства через инструкторов которые скажут да он был мы понимаем что он умеет что-то ему выпускается лицензия ну перед этим он получает медицинскую справку допуск ну в общем то и все он может заявляться на соревнованиях слушай а еще а в чем вот ты же занимался еще драг рейсингом получается драг это на какую дистанцию заезд 402 метра ну как 402 30 да 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 четверть мили классическая и типа а кольцевая это просто по кольцу не гоняют получается ну кольцо не совсем внутри есть трековые гонки которые там в той же в стайках ну заря тоже называется на жигулях там или на других машинах за каркашных я тоже в этом участвовал у нас была машина и переворачивались там то есть они по кругу мы ездим там по овалу да ну интересно там много контактов да есть кольцевые гонки где трасса на обгон как обычно там условно формула-1 это уже понятно что это вершина кольцевых гонок в этом смысле есть картинг надо вообще автоспорт с картинга начинать картинг очень сильно сейчас развивается есть хорошая трасса все условия чтобы ребятам детей уже отдавать ну да тоже не дешево тоже нужно понимать что это все стоит денег но так или иначе вот автоспорт может у нас развиваться и есть уже хорошие условия для этого вот я хотел про драгрессинг поговорить это же вот все таки это и с дрифтом то же самое вот мы с тобой говорили о том что машина должна быть красивая вот этот вот знаешь типа шик блеск когда ты переезжаешь на гонки и там вся машина обклеенная вся блестящая такая это же прям культивируется да вот эта вот красота и по-моему в дрэге она больше чем в дрифтом и в кольцевых гонках но это же подход правильный то есть шоу это шоу это брендируется спонсорским спонсорской ливреи когда на драгрейсинге этого было меньше я подостыл город драгрейсингу понимая что у нас он перестал развиваться в том русле в котором я хотел бы мне не нравится драгрейсинг когда это стандартные машины даже очень быстро и мощная сейчас технологии такие же но в этом как бы изюминка именно спортивная составляющая как-то ушла но при этом в россии рдрц которым кстати тоже два этапа проводили здесь 14-17 году кубок россии это настоящий драгстер и по много тысяч лошадиных сил вот эти про моды или компьютере а сколько окей там где просто пластиковая скорлупа внутри каркас большой мотор что понимать насколько они проезжают четверть мили ну это понятно что это меньше десяти секунд на сколько пять с чем-то секунд да ты гонишь 402 метра за пять секунд конечно да там есть ограничения то есть они ограничивают чтобы быстрее не ехать потому что они могут ехать быстрее из-за безопасности там нужно про не проехать я не помню то ли пять и восемь ну что-то вот как что-то там так для зрителей поясним я немножко уже не для зрителей поясним что 402 метра 10 секунд это очень 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 быстро тачка это очень ваши машины на которых вы ездите они проедут эту дистанцию за секунд 18 20 и это тоже хорошо будет очень сильно 10 секунд это вот торето помните вот тоже торето его машина проезжала за 10 за 9 8 что-то такое по кино а эти ребята делают за 5 секунд ну то есть 5 секунд 400 метров просто посчитайте какая скорость вообще больше 300 там 60 ну в общем больше 300 это все это вот профессиональные драговые аппараты которые уже там в том числе в россии есть даже в америке вообще родоначальники это америка да иначе чемпионат где там таких машин просто море ну там покрытие асфальта это не асфальт это проклеивается специально трасса наносится специальная резина и чтобы зацеп был зацеп был большие гоночные слики и драговые в которых там давлением пол бара они прямо как пружинят потому что но в основном это заднепередная машина и поймать зацеп это очень сложно слушай да почему в драге не используется полный привод это же логичнее используется тоже но он не может такие мощности выдержать трансмиссия представляешь такой старт и там просто все сыпется но едут мою как конечно там суки полный привод или сам ведущий эры и porsche они едут там ну 8 секунд до едут я имею имею ввиду именно вот промот топ-фуил классы вот это классы уже которая задний привод это классические драговые машины во вторых у тебя нет потери на трансмиссионные потери когда у тебя задний привод вся задача просто зацепиться отцепляются уже покрытием шинами правильная настройка подвески у нее морда даже поднимается скачет пока ты едешь но это мы все видели этот а эти а теслы или вообще электромобиль кстати о я же об этом и говорю вас на тема уже не может целом уже не интересно вас на тема с мы проводим закрытые такие заезды и в липках на полигоне без зрителей собирается там большая наша компания там ну компания в смысле людей которым интересны машины вот и туда приезжает tesla plate проезжает девять и четыре много раз и все ну как бы тесла же идеальная машина для укомплектовки а нашу ну там по сути только кузов тебе приезжает колесная база там мотор этот и что там типа руль вышел все остальное пустошь там просто декор но это не спорт это просто ты просто сидишь нажал кнопочку и поехал уже не так уже свайп ну а когда тебе нужно вот эти четыреста два метра пережить пока ты едешь поймать ее как-то ну не в но не в этом вопрос да то есть там есть вот какой-то это это мое личное субъективное мнение то есть ты считаешь что электрокары убивают спорт не я не считаю электрокары это нормальная тема не знаю насколько это надолго знаешь это может быть как пейджеры которые потом исчезнут не знаю будущего потому что ну выйдет что-то новое в электрокарах есть большая проблема износ батарей и потом непонятно что с теми батареями делать не ну а что еще может выйти 5-6 лет у тебя батареи все хуже и хуже хуже а ты представь себе сколько их нужно производить как это уже новый уровень расходов я я не не то чтобы скептически отношусь я просто не знаю что дальше будет потому что в какой-то момент что-то новое придумают ну что какие у нас варианты есть водород и ядерная энергия либо вернут гужевые повозки дрифт на конях да возможно ли дрифт на электрокаре вот есть же ну и же очевидно электрокары задним приводом несколько лет назад в америке по моему что то делали но что то не пошло там тоже есть свой нюанс что крутящий момент электромотору он одинаково стабильный то есть окол выкал то есть ты тебя можно за максимальная или сразу же нету амплитуды как рифте нужно вот это все сцеплением и я понимаю что в том числе в этом может быть проблема что тебе нужно немного варировать да там они шли не пошло не пошло то есть прямо так что есть машина которая профессионально электрическая сейчас ездит нету это было лет пять назад когда электромашины еще были такие электромашины ее сделали ну вот куда то на исчезнет это недавно смотрел какой-то ролик карвау есть такой канал очень крутой британские пацаны делают и они там показывали гибридную машину но она для драка спортивная тачка гибридная у которой есть и двс и электромотор и вот и она там выдавала 18 до сотки что такое но это очень быстро они тоже проезжали четверть это бешеная машина гибрид в автоспорте она одноместная формуле 1 и везде это же гибриды условно говоря там же есть вот вспомогательные электрические двигатели которые во время торможения набирают поэтому них есть типа собрали на лучших рук операция да и так далее так расскажи пожалуйста про ваше событие которое у вас будет ну бетерра уже много лет поддерживает что следующее нам ожидать от вас ну в этом году у нас запланировано пять мероприятий первый этап уже 19 мая 6 было но прошло да и 29 июня в стайках будет второй этап чемпионата 21 июля в логойске третий этап в конце августа у нас интересное мероприятие витебске мы это такой дрифт games дрифт-шоу это не в рамках чемпионата ну и четвертый финальный этап бетера чемпионата беларуси по дрифт в раубичах у нас 15 сентября поэтому запишите у себя галочку это очень интересно классно я всем советую хотя бы раз прийти потому что вы раз придете и вы станете нашими постоянными поклонниками и начнете это все любить со временем двигаетесь так ногу да у вас все технологии инновации там все экраны все я не могу не конечно ты не был на дрифте никогда не был на дрифте чего ты такое пропускаешь там так классно там все тусуются там запах жены резины топлива все орут все были где вы это телевизионные трансляции там экранов то есть это все такое это прям серьезно объятия тысячи зрителей то есть это все серьезно прям шоу поэтому если вы не знаете куда съездить сходить обязательно посетить это очень круто но я думаю что и так все в теме все те кто любит дрифте те кто интересуется автомобильным спортом и так ездит и смотрят поэтому ребят не смотрите трансляцию вживую поедте да и гляньте информация у нас там в соцсетях racing by racing точка by поэтому вы найдете эту информацию ну что ж дрифт это что-то новое в моей жизни теперь с этого момента да да что по девочкам в дрифте да кстати есть и лотесы пилотесы да главное не то слово которое я сказал да да есть вот в про 2 классе они уже есть надеюсь что и в про классе появится их в мире мало на самом деле девушек которые вообще в автоспорте мало международа автомобильной федерации даже создала определенный комитет по женскому автоспорту чтобы это развивать есть талантливые девочки но наверное природным по-другому нас создает аккуратно древеская часть человечества она более инстинктивно так как они мать ура все они аккуратные и вот и рот захватит самосохранение более развитие такие сумасшедшие как мужики поэтому и пилотов гонщиков среди женщин меньше но это не говорит о том что среди них нет классных быстрых талантливых но эти более красивых да они все красивые системы мотивации знаешь что чем отличается дрифт кар женский от мужского в женском козырек верхний с зеркальцем не убран обычно их же выдирают а там он есть да и когда ты в поворот заходишь ты чтоб чуть-чуть там не шлем просто слушай а еще вот окей разобрались этим вопросом насчет сексуализации постоянно вот честно говоря уже знаешь набила скомину тема что раньше ты приезжаешь везде где есть крутые красивые тачки обязательно нажимать раздетые девки девушки раздетые не обязательно раздеты красивые девушки не обязательно раздеваться чтобы они чтобы было видно что они привлекали внимание да ну просто ну мужчины наверное любят так чтобы больше больше были раздеты но от этого надо потихоньку уходить потому что если смотреть как там в прошлом вот тур и great girls это вообще откуда это как правило были подружки пилотов да даже формуле да и они все были одеты точно не раздеты вот но это брендированная одежда спонсоров в которых они ходят или там промоутеров мы немножко сейчас пересматриваем и возможно ну вот сюрприз будет определенный для тех кто ходит увидят наших девочек нашей организационной скажем так да немножко в другой одежде так что пусть это будет сюрпризом то есть они будут станут более более одеты более будут закрыты но более спортивно осовремененными получается современные но все-таки это семейные мероприятия ну и семейные в том числе там приезжает много людей с детьми поэтому ну да я просто сказал да что мужчинам нравится если опираться на вкус и мужчинам ты знаешь самое интересное что дети тоже очень любят с ними фотографироваться да ну типа на подкатил интересно а вот в женском дрифте где пилотессы там же даже быть мужики в бикини ходить получается у нее возле машины такие качки такой нормальной знаешь в робе механика да да бородатый накаченный и она так ну это мужа пожарников добавляем туда уже коллаборация с мчс нам это не надо уже получается так и что получается тогда усовременивать обязательно ну это с фильма форсаж наверно пошло это сюда или нет нет с фильма форсаж ну это они взяли уже еще с 50-х годов тех времен как я уже говорю что просто это были как правило там девушки подружки пилотов и они всегда стояли рядом с ними вот как бы эта культура grid girls она начала развиваться в одно время помню вот опять же вот все эти феминистские штучки которые иногда такие переусердствуют формуле-1 по моему их даже убрали запретили в какой-то момент но потом поняли что нет это все-таки традиция это должно быть и ничего в этом плохого нету но плохого точно ничего не как на ринге что же есть ring girl the girls они до сего носят и так далее это нормально каждую это работа определенная есть профессиональные люди которым профессионально к этому относятся и для нас мы когда даже подбираем мне очень важно чтобы они любили дрифт любили то есть они просто приходят улыбаться ходить они должны любить получать удовольствие и только тогда можно что-то дать обратно какую-то хорошую эмоцию это касается не только это касается всего вообще любовь движет нами нашей работой нашими действиями и вообще мыслями поэтому как мужчина может быть вот этим да нет конечно ну типа быть привлечь привлекать внимание вызывать положительные эмоции не ну если в семье сам пилот мне кажется кто-то может рискнуть попробовать таким образом сделать то я не знаю я просто напрашивать я не знаю какой будет обратный вот фидбэк я раньше просто не задумался об этом сейчас подумал почему на ринг выносят только девушки вот объявляют раунд что мужчина забывает какой раунд и не может быть нужно должно быть так что когда дерутся девушки должны мужчины вот я хотел бы сказать чтобы равноправить я вообще не люблю эти женские бои это так неестественно смотришь это очень больно на картинках а потом да 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 ну ну в общем мне кажется это же такое это стереотипы это стереотипы в наших головах в нашем воспитании иногда хорошем иногда вот таком потому что так было у наших дедов да 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 надо относиться по-другому наш подкаст дает бой стереотипа да ну что ж на этом мы завершим хорошо поговорили классный был выпуск супер интересный огромное спасибо вам за просмотр из ваши лайки комментарии в гостях у нас сегодня был организатор дрифт турниров racing by бтера айк симонян я саш сельков это сашку хоронок а это все подкаст название которого еще не придумали смотрите нас любите нас слушайте нас читайте нас да не дай бог пишите нам пишите нам все пока до новых встреч